Вы видите протесты колумбийских фермеров. В результате столкновений 6 человек были убиты полицией. Причина митингов проста. Власти уничтожают плантации коки. То, что мы делаем в этом направлении, может впервые за 30 лет борьбы с этим феноменом привести нас к положительному результату. Для Латинской Америки наркотики – одна из главных проблем. Наркокартели воюют как между собой, так и с полицией. В ход идут не только привычные виды вооружения, но и самодельные танки, как, например, в Мексике. Вы видите одну из захваченных властями боевых машин наркоторговцев. Чем не джихад-мобиль, который легко может перевести тонну кокаина, да еще и дать отпор полиции? Старшее поколение южноамериканцев помнит, как еще 30 лет назад в той же Колумбии кокаин ассоциировался исключительно с лидером медельинского наркокартеля – легендарным Пабло Эскобаром. Даже спустя 25 лет после гибели слава Эскобара не утихает. На родине преступника в Медельине популярны сувениры с портретами наркобарона. Он стал брендом. Местные власти негативно относятся к таким продажам и изымают сувенирную продукцию. А народ любит Эскобара, как, впрочем, и Пабло в свое время якобы любил своих соотечественников. Я не пытаюсь провоцировать волнение среди колумбийского народа. Я ищу мира и всегда проповедую мирные цели. Для колумбийской полиции и ЦРУ этот харизматичный мужчина – наглый, неуловимый преступник, жестокий убийца. Но для обычных колумбийцев, а в особенности для жителей его родного города Медельина, благодетель, который строил бесплатное жилье для бедных, добился отмены налогов. Всем известно о наших инвестициях в промышленность, животноводство и строительство. Обвинение в наркоторговле. Я никак не связан с наркоторговлей. Посмотрите на похороны кокаинового короля. Его провожают в последний путь, как национального героя. Миллиардер, владелец шикарных домов, автомобилей, яхт и сотен тысяч акров земли. Он делился нажитым с простыми людьми, показывая свое могущество. Объединенные подачками бедняки не рассмотрели в Искобаре чудовище. Для них он стал кумиром, особенно для молодежи. От новичков в медельинском картеле не было отбоя. Свежая кровь была готова беспрекословно выполнять приказы Искобара. Героизация тоже оружие. Лже кумир, ведущий за собой толпу, будет пострашнее профессиональной армии. Если есть образ героя, человека уважаемого, почитаемого, конечно, то, что он будет говорить и делать, будет восприниматься с очень большой долей доверия. То есть, опять-таки, вероятно, что это можно использовать в каких-то целях. То есть, герою, конечно, доверяют, к нему прислушиваются, его мнение уважают, разделяют, потому что он уже себя как-то хорошо зарекомендовал. Есть некий образ, который вызывает какие-то положительные эмоции. Вы видите популярного колумбийского видеоблогера и актера Джона Папайя Васкеса. В свое время он был любимым киллером Пабло Эскобара, настоящей машиной для убийств. Он был как солдат на войне. Надо убить – убьет. Приказы не обсуждаются. Это тот самый случай, когда отдельно взятая человеческая единица становится безумным оружием. А Васкес был по-настоящему безумен. 300 человек он убил лично. Еще 3000 приказал убить пехоте картеля. Так бы и сгнил в тюрьме, если бы не пошел на сделку с правосудием, дав показания против бандитов из медальинского наркокартеля. Отсидев 23 года, Папай изменил взгляды на жизнь. Доброту шефа, конечно, не забыл, но осуждает его. Пишет книги о Пабло Эскобаре и предостерегает молодежь, чтобы не повторяли путь кокаинового короля. Тоже советует и единственный сын Эскобара – Хуан. Он также написал книгу об отце. Разъезжает по миру с лекциями, чтобы рассказать, кем реально был Пабло Эскобар. Тысячи молодых людей пишут мне, что хотят быть похожими на него. Они думают, что быть наркоторговцем круто, но это не так. Я пережил все это в реальности и никогда бы не стал наркоторговцем, потому что знаю, чем это грозит. Этого молодому поколению и не показывают. Мы связались с Хуаном Эскобаром. Долгие годы самый близкий человек Эскобара игнорировал журналистов, скрывался от общественности, даже поменял имя. Но сейчас, когда из его отца телевизионщики сделали идола, больше не может молчать. Вы долго молчали, а потом заговорили сначала через книгу, а затем и на публичных выступлениях. Вам стало легче? Рассказывать со всем уважением и серьезностью об истории моего отца, при этом не воспевая его криминальную деятельность, это очень трудно. Какую идею вы пытаетесь донести? В своих выступлениях я, конечно, не призываю повторять историю моего отца. Наоборот, я пытаюсь дать понять, что не стоит рисковать и следовать по его пути. Этот призыв находит отклик. Как жила ваша семья? У нас были миллионы долларов наличными, однако мы умирали от голода, так как не могли выйти, чтобы купить кусок хлеба в магазине. И это не мудрено. За Эскобаром и его семьей шла настоящая охота. К концу жизни на Пабло ополчились все, начиная от конкурентов по грязному бизнесу и заканчивая ЦРУ. Итогом пути уже народного героя Пабло Эскобара стала снайперская пуля. Сейчас необходимо возобновить борьбу с наркотиками во всем мире, потому что текущая стратегия, запрещающая официальную торговлю, полностью провалилась. Увеличение наркотрафика в мире не замедляется из архаичных способов борьбы. Проблема должна решаться не оружием, а на уровне системы образования. Подмосковье, 2017. Вы видите кадры оперативной съемки.